Приветствую вас друзья на канале Чуча ТВ. Сегодня мы проведем тестирование ретрактов с мокрыми сухим филаментом, а именно пластиком PG от компании PlexiWire. Принтер будем использовать Tronc XY2 Pro с установленным директ экструдером от компании Mellow Store NF Sunrise V6. Для пластика печь поставил следующие параметры печати. Температура у стола и сопла 235 на 70, скорость 40 мм в секунду, чтобы было качественно видно как укладываются слои. Откат мы будем использовать от 0,5 до 1,5 мм, скорость отката 25 мм в секунду, ну и обдув 70%. Перед вами 6 вариантов печати с разными настройками. Верхние 3 печатаются мокрым филаментом, нижние 3 печатаются сухим филаментом. И даже сейчас видно, что мокрый филамент немножко пузырится, постреливает. Это говорит о том, что он набрал достаточно много влаги. И конечно же это может повлиять на качество конечного результата. Также не стоит забывать, что у NF Sunrise, ультралегкого директа от Mellow, одно из самых коротких расстояний от подающей шестеренки до нагревательного блока. А значит и размер отката не должен превышать и 1,5 мм. Поэтому в сегодняшних тестах мы как раз и протестируем различные откаты от 0,5 до 1,5. Уже на первых слоях печати видно, как отрабатывает сухой и мокрый филамент. Мы видим, что мокрый филамент немножко марает поверхность. То есть остаются небольшие волоски, остатки пластика. При перемещении филамент самопроизвольно вытекает из сопла, пузырится, вспенивается, постреливает. Это связано с тем, что влага, которую набрал филамент, пытается выйти наружу, покинуть наш пластик, тем самым разрывая ее структуру. Из-за чего и качество печати естественно ухудшается. Межслойная адгезия также при этом нарушается. То есть модель становится не очень крепкой, разрывается по слоям. Поэтому поддерживать в сухом состоянии филамент это очень важно для 3D печати. И это можно сделать даже с помощью подручных средств. Не обязательно покупать дорогущие устройства для сушки пластик. Можно взять, как я, например, сушку для овощей. Она стоит недорого, но при этом позволяет сушить с температурами до 70 градусов. Этого более чем достаточно, чтобы просушить ПВА и ПГ пластик. Если же вам нужно просушить АБС, нейлон и другие филаменты высокотемпературные, то просто время сушки увеличится как минимум где-то в полтора-два раза. Но при этом он тоже будет сухим и можно будет им печатать. И вот, друзья, обратите внимание, на некоторых моделях появился дефект печати струны, борода или же по-другому называют паутина. Но самое интересное как раз происходит с мокрым филаментом. При больших откатах мы видим огромное обилие этих волосков. При маленьких откатах в размере 0,5 мм волосков практически нет. То есть, если вы используете мокрый филамент и у вас наблюдается дефект борода или паутина, то в таком случае просто постарайтесь уменьшить размер отката. И возможно у вас деталь получится намного красивее. Но конечно же лучше все-таки полностью просушить филамент. И желательно это сделать не так как я 2 часа, а хотя бы 3-4, а может быть и 5 часов. Тогда мы полностью избавимся от паутины. Но даже сейчас видно, что качество печати стало намного лучше после небольшой сушки. После долгого тестирования директ экструдера NF Sunrise, я для себя определил, что самым оптимальным размером ретракта будет как раз 1 мм. Потому что 1,5 мм это слишком много из-за конструктивных особенностей самого девайса. Ведь если сравнить его с обычным директ экструдером на базе BMG E3DV6, то расстояние между подающей шестеренкой и нагревательным блоком у них разница и достаточно существенно, практически в 3 раза. И эта разница конечно же влияет на размер ретракта. И вот подходит к концу наша тестовая печать. Обратите внимание, что модель я немножко усложнил и добавил 2 вертикальные полоски. Чтобы наглядно на макросъемке увидеть, как цепляется сопло за эти детали и отгибает их в процессе печати. Чтобы этого не происходило, желательно в слайсе рекура поставить галочку напротив поднятия оси Z при перемещении. И тогда наша голова не будет цепляться за эти тонкие детали. Это очень полезно при печати гибкими филаментами, эластанами, особенно в высоких тонких моделях. Ну что ж, уважаемые зрители, давайте подведем краткий итог. Насколько сильно влияет влажность окружающей среды на качество печати. Перед вами тестовые модели. Мы видим, что распечатанные детали с сухим филаментом получились намного интереснее. Более качественные, меньше паутины, меньше волосков, да и геометрия в целом получилась лучше. Также не могу не отметить, что для ультралегкого директа NF Sunrise самым оптимальным мне показался откат в 1 мм. Потому что 1,5 мм это много, 0,5 мм маловато. В любом случае, сегодняшние тесты еще раз подтвердили необходимость сушить пластик, особенно в летний период, когда влажность воздуха может превышать даже отметку 80%. Надеюсь, это видео, друзья, вам понравилось. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. В комментариях напишите, какие бы еще интересные разборы дефектов вы хотели бы увидеть на моем канале. До новых встреч. Пока-пока.